Уважаемые друзья, и снова добрый день, и снова с вами Светлана Спеглазова, технический эксперт по картофелю. Мы продолжаем серию бесед, подкастов о болезнях картофеля, о том, как они выглядят и как с ними бороться. И сегодня мы поговорим о, можно сказать, королеве болезней картофеля фитофторозе или фитофторе. Любой картофелевод хоть раз за свою практику сталкивается с этой болезнью, где бы он ни находился и как бы картофель ни выращивал. В некоторых регионах это происходит раз в несколько лет, а в некоторых регионах картофелеводы ежегодно борются с этой опасной болезнью. Поэтому давайте для начала поговорим, что такое фитофтороз, откуда он берется и что он из себя представляет как фотогенный организм. Итак, что такое фитофтороз? Возбудитель данной болезни – грибоподобные организмы класса оумицетес. Да, звучит достаточно сложно. Почему не грибы? Потому что в середине 80-х годов, благодаря исследованиям ученых, фитофтора и прочие ее родственники, класс оумицеты, были выделены, ну, фактически в другое царство, отделены от грибов из-за того, что их клеточная стенка состоит в основном из целлюлозы, а у грибов клеточная стенка состоит из хитина. Поэтому и меры борьбы с этим организмом отличаются от мер борьбы с грибными патогенами. Как проявляется болезнь? Болезнь сопровождает картофель на протяжении всего вегетационного сезона и поражает все генеративные и вегетативные органы. Начинается она с поражения ростков на фазе полных всходов, то есть первые симптомы проявляются, когда картофель еще маленький, сантиметров 20. Дальше болезнь начинает накапливаться, разрастаться, копить свои споры и разлетаться. И идет уже массовое поражение листьев, начиная с фазы активного роста и фактически до самой уборки. Ну и финальный этап вегетации. Фитофтора, как любой живой организм, пытается сохраниться, переродиться на следующий год, поэтому сохраняется в почве, в семенных клубнях, при этом клубни начинают загнивать. Ну вот такой вот цикл, который достаточно хорошо изучен для того, чтобы понимать, на каких этапах с этой болезнью бороться. Как болезнь проявляется? В принципе, описывать на словах симптомы болезни – дело неблагодарное. Но, тем не менее, у фитофторы есть ряд характерных признаков, которые отличают ее от других грибных заболеваний. Например, на листьях проявления в виде темно-бурых пятен, достаточно крупных обычно, окаймленных светленькой такой каймой. Кайма означает ту часть растения, в которую микроорганизм еще прорастает. То есть она остается частично живой, в отличие от других грибов, которые убивают клетки растения сразу же, как только на них попадают. Но постепенно и эта часть отмирает, ботва буреет, засыхает, и фактически превращается в гниющее бурое поле. На стеблях болезнь также проявляется, и тут ее можно перепутать с другими болезнями, которые тоже поражают стебли картофеля, например, с бактериозом. Но есть четкое отличие. Про бактериозу мы поговорим в другой раз, а у фитофторы конкретный признак. Она не проникает внутрь растения, она развивается снаружи стебля, и стебель в этом месте становится ломким, то есть его очень легко сломать. Бактериозы у них стебли загнивают, поэтому выглядит по-другому. Наконец, на листьях можно увидеть белесый налет спороношения гриба, то место, где образуются споры, которые впоследствии попадают на почву клубням и заражают их. В отличие от других патогенных организмов, грибов, например, у фитофторы споры подвижные. Попавшая на поверхность почвы спора не просто лежит, а передвигается к клубням, то есть к тому органу, в котором она хочет храниться и который хочет заразить. Поэтому борьба с фитофторой должна продолжаться до самого конца вегетации, вплоть до уборки. Чем вредоносна фитофтора? Мы поняли, что растения погибают от нее в течение периода вегетации, да еще и может происходить загнивание клубней в хранилище. Но давайте обратимся к истории, такой маленький экскурс назад. Откуда взялась фитофтора? Фитофтора была привезена вместе с картофелем из Южной Америки, и точное время ее идентификации не совсем понятно. Но, например, в середине 19 века, когда картофель уже являлся такой важной частью продуктовой корзины населения Европы, причем большего части, в основном бедные слои населения питались картофелем процентов на 80. И в это же время начинается описание фитофторы. Мало какой гриб, мало какой вредный объект наследил в истории. Фитофтора это сделала, просто пройдясь таким тяжелым шагом по Европе и по вообще мировой истории. Все слышали про великий ирландский голод, когда в середине 19 века первая вспышка фитофторы была обнаружена на полях Ирландии. Поскольку картофель являлся основой питания примерно 80% населения, которое на тот момент в Ирландии составляло примерно 8 миллионов человек, через 5 лет население Ирландии сократилось на 2 миллиона человек. И такие драматические вещи происходили, в общем-то, и в других странах Европы. Нередки были, например, объявления. Деревообрабатывающая компания примет на работу 16-20 работников с неограниченным сроком работы для изготовления гробов. То есть население гибло с такой скоростью, что правительство не успевало предпринимать какие-то меры. За голодом последовали его обычные спутники – инфекционные болезни, и это спровоцировало массовую миграцию ирландцев в Америку, в Канаду, в Англию и в другие страны. Население страны сократилось практически на треть. Поэтому к фитофторе надо относиться достаточно серьезно. Это одна из немногих болезней, которой поставлен памятник для того, чтобы люди не забывали, какой вред может нанести болезнь без контроля. Ну, сейчас все не так драматично. Но, тем не менее, фитофтора продолжает оставаться тем микроорганизмом, которым наши картофелеводы и выращиватели других культур, потому что это достаточно широкий спектр организмов, продолжают бороться. Патоген обладает достаточно большой изменчивостью, то есть у него такой гибкий геном, который вроде бы изучен вдоль и поперек, разложен на отдельные гены, изучен по самым разнообразным характеристикам, и молекулярным, и классическим характеристикам, и тем не менее болезнь продолжает оставаться актуальной. Несмотря на такие масштабные исследования, каждый год появляются какие-то новые данные о патогене, и его изучением занимаются не просто институты, а целые международные организации. Мы не будем сейчас перечислять все характеристики, но на один я хочу обратить внимание наших картофелеводов. Это так называемый тип совместимости, то есть у фитофтора есть два пола, можно сказать, которые появились где-то только в 80-х годах XX века были обнаружены, и это, в общем-то, тоже произошло благодаря глобальным изменениям в популяции патогенов. С этого момента фитофтора стала не просто размножаться, воспроизводя себя в том же виде, в каком был там родительский генотип, а стала, возможно, рекомбинация генов, то есть начали возникать новые геномы, и изменчивость начала расти просто в геометрической прогрессии. Это привело к тому, что фитофтора стала способна образовывать покоящиеся структуры. Они называются ооспоры и представляют собой клетки с очень толстой оболочкой. Эти клетки могут храниться в почве десятилетиями. И вот мы приходим к тому, что у нас появляется источник инфекции, который простым севооборотом, там трехпольным и четырехпольным, уже просто не уничтожить. Приходя через 20 лет на поле, где когда-то был картофель, и который был поражен фитофторозом, мы можем обнаружить, что у нас фитофтороз возникнет в начале вегетации и начнет распространяться и на это поле, и на другие поля. Поэтому о чем это говорит? Если у вас на поле вдруг сильная вспышка фитофтороза, высока вероятность того, что там присутствуют разные штаммы и могут образовываться эти самые покоящиеся ооспоры. Соответственно, когда вы в следующий раз придете с картофелем, подготовьтесь к этому, чтобы защита у вас была совершенной. Ну, о защите мы поговорим немножко позже. А сейчас давайте еще немножко информации о болезни. Где она распространена и откуда она берется? Естественно, ни одна болезнь не берется из ниоткуда. Всегда есть какие-то источники инфекции, из которых она просыпается, возрождается и начинает захватывать нашу сельхозкультуру. Про один источник инфекции ооспоры мы уже поговорили. Второй источник инфекции – это семенной материал картофеля. Опять же, если в конце вегетации производитель видел, что на поле присутствует фитофтора, он может предположить, что она сохранится в семенном материале картофеля. Вот простой пример, такие цифры. Всего 1% зараженности семенного материала картофеля дает нам 400 или 500, в зависимости от густоты посадки, потенциально больных растений. Не заметить такое достаточно просто. Агроном не может обойти и посмотреть каждое растение. Поэтому заранее нужно принимать меры, чтобы снизить риск распространения болезни именно от семенного материала. Ну и еще один источник фитофтороза, помимо почвы и семенного материала, это прошлогодний картофель. Да-да. Фермеры иногда сами создают себе проблемы. Но это просто крайняя степень неосознавания вывести остатки картофеля не просто в овраг, а именно на поле и запахать их. Причем там не только фитофтороз, там и другие достаточно опасные болезни могут быть и своими же руками внести их в почву. Ну, в общем, мероприятие из разряда сомнительных. Польза сомнительна, а вред очевиден. Поэтому остатки картофеля лучше уничтожать. В принципе, даже вот просто складированный картофель или отходы картофеля возле хранилища тоже представляют собой опасность. Потому что контактом на колесах трактора, который едет мимо, с водой споры перемещаются достаточно легко. И если трактор проехал мимо такой кучи, споры могли зацепиться за колеса трактора, он поехал на поле или наоборот заехал в хранилище с семенным картофелем, и мы имеем уже зараженность от потенциального источника инфекции. Поэтому для того, чтобы снизить все эти риски и бороться с болезнью, нужно знать стратегию защиты и в каких местах соломку подстелить, а в каких спланировать четкую систему защиты, которая предотвратит развитие этой болезни. О фитофторе пока все. С вами была Светлана Спеглазова, технический эксперт по картофелю. И в следующем выпуске мы поговорим о стратегии борьбы с фитофторозом. Это подкаст «Сингенты».